Официальной информации о характеристиках российского ноу-хау пока нет. Судя по фотографиям, которые появились в сети, новый дрон – примитивное изделие из деталей, которые можно заказать в онлайн-магазинах. Его особенность – звук двигателя, похожий на звук газонокосилки. О характеристиках говорить трудно, разве что можно сказать, что засекли там такую-то скорость, она в обычном диапазоне шахеда. Можно сказать, что по оценкам мощности двигателя и прицепленной пластиковой бутылки, то в воздухе он может находиться 10-15 часов. Но это, пожалуй, все. Ну и может нести 5-10 килограмм нагрузки, может 15. Эксперты уверены, примитивность и дешевизна конструкции не мешают дрону выполнять свою функцию. Отвлекать внимание украинское ПВО от крылатых и баллистических ракет, истощая запасы украинских воздушных сил. Дорогие ракеты, дорогие снаряды, которые направлены и должны быть использованы против другого типа вооружения, против тех же самых крылатых ракет, против возможной баллистики, нельзя использовать против таких целей, как дроны. Для них они просто не сопоставимы в цене. И это тренд, который формируется в Украине о понимании того, что на различных объектах, на различных коридорах должны быть установлены новые системы безопасности, которые предназначены исключительно для работы против вражеских террористических дронов. Эта конструкция, несмотря на ее абсолютный примитивизм, простоту, она, на мой взгляд, способна абсолютно точно решать те проблемы, которые перед ней поставлены. То есть, если перед ней поставлена задача имитировать шахет, а эта имитация достигается, если бы надо было просто принести эти 10 килограмм взрывчатки куда-нибудь в какую-то точку, то тогда бы не было бы этих уголковых отражателей, которые установлены на этой конструкции. А раз они установлены, они установлены для того, чтобы кого-то имитировать. Эксперты утверждают, двигатель нового дрона похож на мотор российского БПЛА «Италмаз» или изделие «54». Разработку компании, которая делает дроны «Камикадзе-Ланцет». Однако у беспилотников немало отличий, поэтому в сети предполагают, что по Украине запускали какой-то новый дрон. Украина задает тренд, применяя дроны на поле боя, применяя противодроновые решения для того, чтобы защищать свою территорию. И, в принципе, Украина сделает это наоборот массово. И темпы использования оборудования в сфере безопасности именно со стороны Украины, они находятся на максимальных пиках, на максимальных оборотах. В то же время оккупанты стараются следовать тем амбициям и тем направлениям, в которых лидирует Украина. Они стараются хоть как-то догонять, но все равно остаются позади как во временных рамках, так и в количественных и качественных рамках. Подсанкционная и изолированная Россия не может создать длинный цикл производства, уверены эксперты. Невозможно и массовое производство технологичных моделей. Поэтому Федерации остается изготавливать подобные примитивные модели дронов, чтобы истощать украинскую ПВО.